Максим еще в школе решил, его будущая профессия должна быть рабочей. Двигаясь к своей цели, после 9 класса он покинул школу и уже второй год учится в стенах Саровского политехнического техникума. Его работа магнитной жидкости на музруковских чтениях получила самую высокую оценку. Магнитная жидкость это, как сказать, вещество аморфное, жидкое, которое обладает свойством магнита. То есть может притягиваться, отталкиваться и абсолютно герметичное. То есть как раз можно использовать вместо подшипников. Ради победы ему пришлось провести сотни опытов с различными веществами, пока результат не удовлетворил его. Состав раскрывать не стал, это секрет. Вместе с Максимом на сцену для награждения поднимались учащиеся технических вузов, техникумов, лицеев и колледжей со всей страны. Это возможность обменяться опытом, научиться, показать свои исследовательские работы, приобрести какие-то навыки. Ребята представляют свои работы в разных направлениях. Машинстроение, приборостроение, энергетика, математика и физика. Конкуренция на чтениях была чрезвычайно высокой. Со своими проектами приехали сильнейшие ребята своих учебных заведений. Но почти в каждой номинации в числе победителей стояли студенты нашего города. Мы техникум, и мы на многое способны, мы достойны, и мы сегодня это доказали. По признанию организаторов, для подобных состязаний всероссийский уровень не предел. В следующем году преподаватели и студенты СПТ в научной борьбе могут столкнуться с ребятами из других стран. А это открывает для участников и победителей совсем другие горизонты в будущем. Кирилл Васильев, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей с РОВ-24.